Прошел месяц со дня инаугурации президента. Несмотря на новогодние праздники, он выдался активным. Игорь Дадон провел множество встреч, подписал ряд указов, совершил официальный визит, выступил с законодательными инициативами. И в завершении отчитался о проделанной работе на прямой линии. Но вот что интересно, вся эта работа проводилась на фоне жесткого противостояния с правящей коалицией. Стороны демонстрировали совершенно разные подходы практически по всем важнейшим вопросам. Итак, что он показал нам, этот первый президентский месяц? Насколько притворялись в жизнь данные им предвыборные обещания? А главное, можем ли мы, исходя из вводных, прогнозировать развитие дальнейшей ситуации? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И я представляю моих гостей. Сегодня у меня в студии находится политолог Эрнест Варданян. Добрый вечер. Добрый вечер. И политические комментаторы Никита Цуркан и Ольга Гончарова. Вам особо здравствуйте. Вы впервые у нас в студии. Я вас приветствую. Спасибо. Итак, давайте говорить. Вообще, конечно, принято какие-то итоги подводить спустя 100 дней. Ну, такой символический срок, когда уже принято говорить, что удалось, что не удалось сделать тому или иному политику. Но президент сам посчитал необходимым ежемесячно отчитываться о проделанной работе с представителями то СМИ, то с гражданским обществом. Там еще будет ряд встреч. Вот давайте так, вам показалось, каким он был, этот первый президентский месяц. Господин Варданян. Да просят мне телезрители такое странное по масштабам сравнение, но я позволю себе провести параллель с Соединенными Штатами, где президент Трамп еще не вступил в должность до 20 января, уже сумел вызвать сумасшедший поток заявлений, комментариев, проклятий, чего угодно. То есть, на моей памяти, я слежу за американскими выборами с 92-го года, на моей памяти не было такого вала ненависти к собственному избранному президенту. И нечто подобное, к большому сожалению, я увидел и в Молдове, когда президент Додон еще не вступил в должность, уже подвергся атакам, понятное дело, правого лагеря, но даже отдельных представителей левого лагеря. В течение первого месяца у меня было такое ощущение, что все оппоненты Игоря Додона стояли с секундомером, с календарем в руках и говорили, «Прошли сутки, где же указ, номер такой-то, о таком-то, о таком-то? Прошла неделя, а почему президент еще не делает?» То есть, забудьте про 100 дней. У нас уже счет прошел на месяцы и недели. Вот прошел месяц, и вы перечислили определенные уже действия, произведенные президентом. В общем-то, это достаточно активные действия, но я сейчас принципиально обращаю внимание не на то, что он сделал или не сделал, а на то, какая истерия поднялась в Молдове из-за того, чтобы он обещал вот то-то тогда-то и не сделал. На все мои виртуальные и реальные, то есть живое общение виртуальное, на все мои убеждения, уговоры о том, что давайте дождемся пресловутых 100 дней и не будем пока трогать, не будем спешить с выводами. Я услышал слова о том, что нет ни в коем случае, страна горит, страна рушится, мы должны делать все быстро и так далее и тому подобное. На что я снова ответил, что я согласен, что страна рушится и нужно очень быстро предпринимать действия, но почему-то предыдущие 8 лет беспредела мы как-то прожили при этой так называемой европейской власти. Так что мешает нам прожить еще один месяц, а потом еще 100 дней при этом президенте, который хоть что-то пытается сделать? Вот такой диссонанс между тем, чего мы ждем, и тем, что мы видим, и тем, что еще хотят какие-то третьи лица увидеть. Я думаю, что вы потом поясните свою позицию в отношении определенных шагов президента, потому что мне важна еще и ваша оценка того, что сделал Игорь Додон. Это тоже является очень важным. Ольга Игоревна, вы как оцените первые шаги президента? Вы знаете, я оцениваю их очень спокойно, и возможно это связано с тем, что не было особых ожиданий в связи с тем, что мы понимаем ситуацию, в какой ситуации президент пришел к власти. Больше того, что было изначально ясно и понятно, что будет противоречие, противодействие даже, скажем так, между институтом президента, парламентом и правительством. И в этих условиях, наверное, можно провести как бы такой анализ, а почему так начали себя вести оппоненты резко и быстро. Наверное, мне так кажется, что были обещания господина Додона, которые изначально, еще до, в процессе предвыборной кампании, было понятно, что они, скажем так, не открывались кавычки, и было сразу понятно, что моментально этот вопрос невозможно решить. Может его невозможно решить вот в момент, а именно, скажем, роскут парламента. То есть было ясно и понятно, что, вступив в должность, господин президент не может своим указом распустить парламент. Господин Додон говорил о том, что мы будем распускать парламент. Но сейчас пошло пояснение. И действительно, для того, чтобы распустить парламент, нужна определенная процедура, с которой выступят сейчас социалисты. То есть это вызвало тоже, ну вот, сразу бурю негатива, такие обещания. Я бы сказала так, месяц работы президента принесло стране больше пользы, чем вреда. И я думаю, что это самое главное, потому что некоторым удается за пару дней сделать столько, что потом четыре правительства не могут разгрести. И, конечно, есть, как бы, понять, что позитивного в Додоне. В том, что понятно, куда он идет и чего он хочет. И это не меняется сиюминутно в связи с тем, что вот сейчас его нашептали одно, а потом ему нашепчут другое, и советники сказали это, советники сказали то. То есть есть определенная позиция. И вот в этом контексте мы можем сказать, что те обещания предвыборные, которые были даны, они начинают реализовывать степ-бай-степ, шаг за шагом. Я думаю, что первый месяц работы он показал, что обещания президента были даны ненавидим, что он движется вперед. Но единственное, что я тоже считаю, что каждый месяц отчитываться, ну, не президентское это дело. Ну, как сказать, журналисту, например, понравилось. Я читала комментарии. Встреча с прессой, да. Да, потому что... Не отчет, давайте скажем так, не отчет президента, а может быть встреча и обмен мнениями. Вот так мне кажется. Ну, давайте это оставим, да, за президентом и его командой. Пусть они и сами формат этот определяют. Нам, конечно, работать удобнее, потому что на фоне того, что было, да, когда мы вообще не понимали, что думает президент, то сейчас происходит событие, и даже не нужно ждать, президент пользуется активно Фейсбуком, да, мы видим реакцию, нам очень удобно. Вот в этом отношении это все, безусловно, отметили. Никита, ваш комментарий. В продолжение темы, то, о чем мы начали говорить о прямой линии, я тут, правда, тоже хочу отметить, что это впервые за много лет, я, конечно, не слежу за политикой ни молдавской, ни американской с 92-го года, но за последние лет 10 точно это на моей памяти первая вот подобная встреча. Я бы не назвал это отчетом, я бы, скорее, назвал это встречей со СМИ для того, чтобы пояснить некоторые моменты, потому что было очень много различных и в социальных сетях, и в прессе, да, были толкования различные, там, начиная с истории от мигрантов после визита в Российскую Федерацию, заканчивая газом, преднестроем и так далее. То есть, на мой взгляд, это отличная инициатива команды и самого президента инициировать подобные встречи, причем, что это сами президентура сама пригласила и президент СМИ поработать, поговорить, пообщаться. Было очень интересно, в первую очередь. Во-вторых, тут тоже надо отметить момент, что, на мой взгляд, многим СМИ надо немножко поучиться, как работать с президентом, но это уже отдельная абсолютная история. Если говорить о первом месяце, я вам хочу сказать, что, мне кажется, здесь сделал президент намного больше, чем за последние, мне кажется, лет шесть. Я имею в виду с точки зрения открытости. И открыто говорит о своих намерениях, я здесь согласен с предыдущим оратором, с моим коллегой, о том, что все понятно, то есть, куда мы идем, что мы делаем. И страна понимает, и люди понимают, и, мне кажется, люди уже просто устали вот от этих подковерных каких-то игр, когда у нас правительство принимает ночь, когда у нас премьера выбирают ночью, а тут это как-то вот открыто, и люди к этому не могут привыкнуть, мне кажется. А к этому надо привыкать, потому что это очень интересное, хорошее и правильное, самое важное начинание. Ну, как представитель СМИ, я могу сказать, что больше всего комментариев за этот месяц вызвала именно внешнеполитическая деятельность президента, его заявление. Ничего так не комментировали, как именно заявление, касающееся России, касающееся Евросоюза, я напоминаю вам, да, касающееся Румынии, тоже он сделал ряд интересных заявлений, ну и касающихся НАТО тоже. Нейтралитет, да, вот эти моменты, значит, были очень видны. Как проявил себя Игорь Дадон в этой сфере? Вот как вы это могли бы описать? Ну, достаточно активно. Для всего лишь одного месяца пребывания на посту активно, а главное, что в рамках обещанного. То есть он сказал, что первый визит будет в Москву, будьте любезны, визит в Москву состоялся, причем насыщенный, трехдневный. Это все российское руководство, ну, кроме Медведева, да, по-моему. Лекции в МГИМО, встреча с молдавской общиной в Москве и так далее. Вопросы, касающиеся НАТО, Румынии и так далее, следует рассматривать уже в контексте всей той политики, которую предполагает провести президент Дадон, и в контексте того, что происходит вокруг Молдовы. И я вот хочу обратить внимание на ту фразу, которую он сказал на пресс-конференции по поводу отношений с Румынией, что если предыдущие, как он сказал, 6-7 лет или 8-9, никто в Кишиневе не реагировал на унионистские заявления из Бухареста, то теперь эта реакция будет, и, насколько я понимаю, она будет жесткой. Было четко сказано, что никто не собирается с Румынией конфронтировать, но есть четкое понимание суверенности и независимости Республики Молдова, которые будут выстраивать соответствующим образом добрососедские, братские, какие угодно отношения с Румынией, не переходя грани. Да, президент Дадон сказал, я не антирумын, я антиунионист. Вот эти моменты, они больше, чем риторические, это как раз такие знаковые моменты, которые обозначают, как сейчас модно говорить, красные линии во внешней политике и не только. Вот красные линии для президента Игоря Дадона, это посягательство на суверенитет и независимость Республики Молдова как со стороны Бухареста, так и со стороны унионистских сил в Кишиневе. И еще очень важное пояснение я вчера сделал по поводу нахождения иностранных войск на территории Республики Молдова. Его очень много упрекают в том, что он выступает против НАТО, но забывает о присутствии российских войск в Приднестровье. Вчера он поставил, мне кажется, в этом точку. Он сказал, что по достижении политического регулирования Приднестровского конфликта присутствие иностранных войск в скобочках российских на территории Молдовы более не будет иметь смысла. Здесь Дадон ничего нового на самом деле не сказал. Давайте вспомним, что 18 марта 2009 года, тогда еще президент Воронин вместе с Игорем Смирновым подписали присутствие Медведева в Москве, в Барвихе, заявление о Приднестровском регулировании, где один из пунктов гласит, что миротворческая операция под эгидой Российской Федерации будет заменена на мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ и прочих наблюдателей после достижения политического регулирования. Это официальная позиция Кишинева. Тогда ее до сих пор никто не дезавуировал, подпись Воронина никто не отзывал. Соответственно, то, что сейчас сказал Дадон, это просто подтверждение официальной позиции на прямую увязку миротворческой операции и политического регулирования. Плохо это или хорошо, вопрос дискуссионный, но это факт и это официальная позиция Молдовы. Ольга Игоревна, в отношении внешнеполитической деятельности президента вас не удивила реакция в Кишиневе на его заявление в Москве? Я сейчас говорю о соглашении, значит, об ассоциации, да, с ЕС. Ведь многие политологи говорят, ну ничего нового не сказал. Он сказал, что да, он видит в этом соглашении ряд, значит, пунктов, которые необходимо менять. Но он не говорил, что я вот сейчас приеду в Кишинев и расторгну собственноручно это соглашение. Так подавали некоторые. Как вы можете это прокомментировать? Ну, дело в том, что в своей предвыборной кампании Игорь Николаевич, несколько раз у него звучала денонсация договора, хотя, как бы, даже скажу откровенно, как-то была встреча, вот мы встретились на какой-то ресепшене. Я спросила, вот что вы имеете в виду? Вы скажите, если вы имеете в виду полностью денонсацию, конечно, не об этом шла речь. Речь шла о том, что нужно в договоре об ассоциации рассмотреть отдельные пункты с точки зрения экономики и экономические вопросы рассмотреть с точки зрения выгоды и применения выгоды для Республики Молдова, что очень правильно, потому что есть многие вопросы. Что касается, я думаю, что вот это заявление, оно рассматривалось несколько шире с вопросом о том, а как же Молдова начнет сотрудничать и работать в области экономики с Российской Федерацией в то время, как у нас есть договор с Европейским Союзом. Для тех, кто не очень это видит, это выдуманное, надуманное, скажем такое, момент невозможности работы в двух направлениях. Более того, недалее, как пару месяцев назад в Молдове отмечали большой конференции два года DCFTI, то есть договор об ассоциации, и на этой встрече с экспертами господин Топиола, посол Евросоюза в Республике Молдова, сказал фразу, которую, я думаю, запомнили все, кто хотел запомнить. А именно было сказано то, что подписание соглашения об ассоциации ни в коей мере не забирает у Молдовы право работать с Российской Федерацией. То же самое практически было сказано со стороны господина Путина, о том, что Молдове никто не запрещает и никто не говорит о том, что она не должна работать с Европейским Союзом. Я думаю, что сотрудничество, такое треугольное сотрудничество, скажем так, Европейский Союз, Республика Молдова и Российская Федерация было бы полезно не только Молдове, но и Европейскому Союзу и Российской Федерации. Если позволить, я дополню Ольгу Игоревну. Если можно коротко. Очень коротко. Давайте вспомним, что проблемы в Украине, мягко говоря, начались после того, как Европейский Союз отверг трехсторонний вот этот формат в 2013 году. Тоже предлагали, да, чтобы встретиться. Ну, может быть, на грабли не наступать на эти решения. Да, да, Молдова должна учесть. И в Армении по поводу сотрудничества. И в Армении тоже. Ну, и в Грузии есть, в общем. То есть можно при желании, при наличии воли, искать приемлемые форматы. Консенсусы, точки соприкосновения и дальнейшего движения вперед. Тем более, что они просто очевидно есть. Конечно, конечно. Внешняя политика, которую проводил президент. С одной стороны, мы знаем, что есть программа партии. Мы знаем предвыборную платформу Игоря Николаевича. Вот сопоставьте эти моменты и оцените этот месяц. Как президент себя показал? Ну, у меня передо мной есть замечательная вот такая небольшая книжечка, назовем ее так, брошюра, где на последней странице было написано первые 100 дней, что тогда еще кандидат президента Игорь Дадон обязуется сделать. На своей пресс-конференции господин Дадон сказал о том, что почти 70% то, что он говорил, что он сделает за 100 дней, оно уже сделано. То есть мы можем пройти по пунктам, это посмотреть, действительно это так. Если говорить о линии, которая проводила и проводит партия социалистов во главе с тогда Игорем Дадоном и то, что сейчас делает Игорь Дадон, все то, что обещали, то было и сделано. Никак не расходится позиция президента Игоря Николаевича Дадона с линией партии по поводу того, что Эрнест сказал по поводу первого визита. Он был, да, в Москву. До этого был визит, что тоже о нем как-то забывают говорить. Был визит, на мой взгляд, даже нельзя сказать важнее, не важнее, он был историческим, когда президент Игорь Дадон поехал в Бендер и встретился там с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ну это не зарубежный визит. Нет, я говорю, что это зарубежный визит, тут все нормально. Я говорю о том, что это была историческая встреча, и она безусловно важна. То есть если мы говорим, сейчас совсем скоро будет визит в Брюссель. По итогам визита в Брюссель можно будет уже тоже, я уверен, что большинство СМИ будет очень пристально смотреть за то, что говорит, что будет говорить там президент. Уверен, что на 90% будут как-то интерпретировать это в нужной им мере, потому что сейчас, на мой взгляд, если отходя от темы, есть ряд СМИ, перед которым подставлена задача работать в одном направлении. Работать в направлении, что все плохо, что президент ведет нашу страну к расколу и так далее, и список тут расширяется. И есть несколько, скажем так, патриотично настроенных СМИ, которые говорят о том, что, ну вот, он же делает, президент же обещал, он выполняет. То есть и президент на самом деле старается для нас, для жителей страны. То есть по итогам визита в Россию это можно было понять. То есть какие вопросы поднимались? Поднимался вопрос с мигрантами, который очень важен для нашей республики. Мне кажется, здесь даже пояснять не надо, почему он важен. Вопрос экспорта, который стоит очень остро после принятия как раз соглашения об ассоциации, потому что появились квоты, проблема огромная у фермеров с реализацией своей продукции. И, конечно же, один из таких больших вопросов, это вопрос, связанный с Приднестровьем, с решением вопроса. Думаю, что в скором времени мы увидим решение первых двух вопросов, связанных с мигрантами, и уже будут какие-то плоды. Президент обещал, что один из первых документов, которых он подпишет, это будут документы по возврату украденного миллиарда. И мы действительно видели инициативу его. То есть он и Совет безопасности провел на эту тему, он из законопроект отправил в парламент, для того, чтобы переложить с плечей простого народа выплату этой огромной суммы. И вот мы на этой встрече с президентом услышали даже слово «референдум». Всем понятно, что власть будет сопротивляться. Они уже в качестве аргументов выставляют соглашение с МВФ, и ряд других у них есть в каких-то своих выкладах. И тем не менее, все-таки это очень важно. Как вы полагаете, как эта ситуация будет разрулена, Эрнест? Мы, наверное, подошли к самому тяжелому вопросу. Да, сразу соглашусь. Комплекс вопросов, который называется, собственно говоря, противостояние президента и парламента-правительства. Потому что я не вижу пока на данный момент цивилизованных способов урегулирования создавшихся вопросов, где вопрос миллиарда, конечно, самый тяжелый, самый острый, потому что это самое циничное решение молдавской власти за последние годы. Не будем раскрывать скобки, все прекрасно уже поняли в этой стране, что означает кража миллиарда и ее последствия для нас, простых граждан. Я не вижу никаких цивилизованных способов. То, что Дадон сказал, что единственное, что он просит у народа, это дать больше полномочий, ну, в некотором смысле это показывает, как правильно я хочу выразиться, признание президентом того, что он пока не может это сделать, иначе как апеллируя к народу. А других вариантов, собственно, пока нет. Я и до выборов говорил, и сейчас буду говорить о том, что у президента есть только два легитимных способа изменения ситуации не в свою пользу лично, а в пользу института президента. Института президента, совершенно верно. Первый способ, это апеллирование к народу. Я на днях, ну, в некотором смысле даже восхитился примером Клауса Йоханнеса, который вместе с народом вышел на улицу Бухареста к многотысячной толпе, и вместе с людьми стал публично возражать против намерения румынского кабинета социал-демократов, кстати, это друзья Плохотнюка в Бухаресте, начал возражать против их намерения устроить амнистию определенным коррумпированным лицам. Почему бы Додоны не взять этот пример у Йоханнеса? Это был бы очень интересный пример, и более того, таких, в общем-то, примеров немного в Европе, когда избранный народом президент выходит вместе со своим народом и требует у представителей другого политического лагеря, который, мягко выражаясь, волей и судьбы руководят парламентом и правительством, требовать у этой власти выполнение определенных требований людей. Это первый путь. И второй путь, конечно, это апеллировать к внешним партнерам. Я не знаю, говорил ли Додон с Путиным на тему оказания Москвой какой-либо помощи в вопросе того, о чем мы говорим. Уверен, что этот разговор был, предположим. Я спросила об этом. Как раз президентом на пресс-конференции. Разумеется, ответ ему не услышал, и это нормально. Мы, конечно, говорили обо всем, сказал он. Но позвольте, я не буду раскрывать сетископки. Я уверен, абсолютно уверен, что такой же разговор будет в Брюсселе. И более того, могу раскрыть некоторые скобки, что во время выборной кампании, как мне рассказывали знающие люди, европейские дипломаты, приходя на встречу с Игорем Додоном, уже чувствовали, понимали, что он будет президентом. По объективным выкладкам, по опросам и так далее. Они с этим уже тогда смирились. Конечно, они тогда уже спрашивали, а что будет за соглашение об ассоциации. Это больше всего их волновало. И если в Брюсселе Додон скажет, что соглашение об ассоциации не будет в односторонном порядке разорванной Молдовой, выброшенную мусорную корзину, а будет как-то, может быть, модифицирована с учетом интереса Молдовы, то у европейцев просто не будет оснований Додону не доверять. Он должен в Брюсселе, говорит на тему оказания какого-то давления на парламент и особенно правительство, с тем, чтобы эти непопулярные меры, мягко говоря, как закон о миллиарде, чтобы они были отменены, потому что это уже просто ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, вот эти два пути лучше, конечно, чтобы они шли параллельно и иногда пересекались. Лучше, чтобы эти пути были задействованы одновременно, и тогда они принесут максимальный эффект. Ольга Игоревна, вы какие пути видите? Ну, не могу не согласиться с тем, что сказал Эрнест. Первое, это, конечно же, президент выбран всенародно, и единственный механизм для него – это опираться на мнение народа. И в данном случае я бы упомянула ту самую общественную палату, как было названо на встрече, но ее можно называть по-другому, не повторяя, может быть, какие-то названия других стран, но, скажем так, общественный совет представителей гражданского общества специалистов в своей области, на мнение которых мог бы опираться господин президент, и это мнение представлять и в парламент, и в правительство, как мнение, как структуру, мнение, к которому нужно прислушиваться. И я думаю, что это надо делать. В отношении внешних партнеров это тоже правда, но я не хотела, я хотела сказать, я не столь наивна, как господин Варданян. Может быть, я более прагматична. Дело в том, что все, что происходило до сих пор, оно, вы понимаете, было не вне ведения наших партнеров. Это все понятно, известно, что, чего и как. И то, что Международный валютный фонд согласился на дальнейшее финансирование, это тоже говорит о том, что ситуация была принята, и вот так вот мы поставили все точку, и будем считать, что вот это очень хорошо и правильно. То есть здесь с возвращением миллиарда тема очень непростая. Я не пессимист. Вы полагаете, что НВФ и другие организации не позволят как-то менять? Ну, вы знаете, я думаю, что это очень долгий переговорный процесс, связанный с тем, что нужно определиться, а как его возвращать. И кто. А реально и кто. Да, вот Никита правильно говорит. А реально это очень большие вопросы. Больше того, мы прекрасно понимаем, что этот миллиард не положен вот так вот в карман, и то есть его можно из этого кармана вынуть. Он, наверное, скажем, часть из этих денег вложены в большие объекты собственности, которые, конечно, могут быть аргументированы как собственность, необходимая для всего народа. Ну, тогда озвучьте, скажите, чтобы было проведено расследование, что в результате этого расследования и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот это заседание ВСБ неспроста было проведено, где президент сказал, что мы хотим, чтобы дал поручение, что на следующем заседании мы посмотрели вот те фамилии тех людей, которые собственно в этом... Но, Ольга Игоревна, вы не можете не помнить, как выступал у нас генеральный прокурор на парламентской трибуне и сказал о том, кто украл, сколько и как. Мы прекрасно знаем, и не нужен нам ваш крол. Ну, я сейчас недословно цитирую. Да, я, прекрасно, тоже это помню. То есть да, да. Но, вы знаете, это не уважать ни себя, ни свой народ, если это не озвучивать. Потому что ясно, очевидно, куча людей, которые подписывали документы и... Эрнест, вы сейчас можете сказать, а сейчас вы говорите, Ольга Игоревна, наивно об обожении к народу. Да, но, вы знаете, дело в том, что ситуация понятна, но понятно и то, что вот как раз противостоя... Одно дело, когда господин президент может выезжать и говорить позицию, скажем, при встрече с представителями НАТО говорить о нейтралитете, опираясь на конституцию Республики Молдова. И здесь вот как бы, грубо говоря, крыть нечем. А тут возникает вопрос внутри страны, и вот это противостояние, оно будет очень явным. Просто одни были просто премьер-министрами, другие и так далее. То есть есть вопросы, есть вопросы, это очень нелегкое дело. Но я не думаю, что нужно опускать руки. Я думаю, что здесь есть дело принципа. А, кстати. Кстати, вот видите, хорошее название в передаче. Спасибо вам, Никита, вы что скажете? Я хочу обратить внимание немножко, наверное, опять же на другое. Мне кажется, все, чем занимается нынешнее правительство, ну, скажем так, условно власть, тем, что вот через какой-то определенный период времени они берут горстку песка и вот бросают народу в глаза. Для того, чтобы там уходят, скажем так, с темы. Я напомню сейчас вам, я очень хорошо помню историю про то, когда после протестов вышел премьер Павел Филипп и сказал, что отныне будет установлено электронное панно, на котором все граждане будут видеть, как и сколько денег, и как они возвращаются обратно в бюджет. Хочу задать вопрос. Где панно? Сколько денег? Сколько денег вернули? Украли панно. Да я уже не спрашиваю, где панно, где деньги? Где деньги? Не, ну вопрос, где деньги, я думаю, тут плюс-минус мы можем, опираясь на какую-то собственную... Денег не будет. Денег, да, денег нет, но вы... Держитесь, да. Вы держитесь. Это процитировал известного одного политика, но дело в другом на самом деле. У нас, я думаю, опять же, ни для кого не секрет, что команда социалистов, а сейчас уже и команда, некоторые ее члены перешли в президентуру, работают, я говорю про экономистов. Она очень, очень подкованная, и я даже не побоюсь этого слова, она сильнейшая в нашей стране. То есть, если мы говорим о Игоре Николаевичу Додоне, как о экономисте, он прекрасный специалист. Сейчас и работает советник по экономике, это Елена Горелова, тоже высококлассный специалист. И думаю, команда там... То есть, сейчас было объявлено о том, что собирается совет экономический, где, я уверен, тоже будут профессионалы. То есть, я здесь согласен с Ольгой Игревной по поводу того, что не стоит опускать руки. Я уверен, пути для решения этой проблемы, для возврата миллиарда, они есть. Вопрос здесь, на самом деле, в первую очередь, мне кажется, не только в воле президента и в желании вернуть эти деньги, а в воле народа, насколько люди хотят, чтобы миллиард вернулся обратно. Потому что я очень прекрасно помню, когда люди говорили о том, что... Это когда только-только узнали, когда опять же были протесты, люди выходили на улицы и говорили о том, что у нас украли миллиард. Прямо вот почти из кармана вытащили и забрали. А прошло время, и люди, как-то вот этот запал у людей, он прошел. Я думаю, здесь... Страна в депрессии. Да, у нас, я тут даже не буду с вами спорить, беда в стране. Вот правда беда. И люди просто уже, наверное, опустили руки. Но, мне кажется, стоит вот собраться. У нас сейчас есть президент, я уверен, что всенародно избранный. Я уверен в том, что он будет не оставить, скажем так, эту проблему в покое, не уберет ее в какой-то долгий пыльный ящик далекий и не закроет его. Ну и должна работать система юриспруденции. Потому что в активном случае мы можем... Эмоции это одно, а буква закона это немножечко другое. Я примерно понимаю и даже в некоторых моментах знаю, как работает Игорь Николаевич. Я думаю, что здесь работа будет налажена и будет все исполняться, по крайней мере, его поручение. То, о чем он говорит, это будет делаться. Я не замечал сейчас каких-то заявлений президента, которые были в воздух брошены. Если проблема есть, ее нужно решать. Я вот думаю, по такому принципу нам и дальше надо работать президенту вместе с народом. Ну, если мы так подытожим эту тему миллиарды, если вы позволите. Я не могу не поделиться содержанием разговора с одним западным дипломатом, который состоялся примерно месяц назад. Человек сказал, что, во-первых, действительно, Ольга Игна права. Европейцы все это прекрасно видели, как у них на глазах это совершается. Они дипломаты в Кишиневе трубили об этом своим столицам. Столицы молчали, потому что их интересовало только сохранение европейского курса Молдовы, лишь бы русские танки не пришли. Это же была осень 2014 года. И все еще болело, Украина и все прочее. Это первое. Второе. Человек мне сказал, что денег вы не увидите, потому что это настолько гениальная хитроумная схема, по которой были выведены деньги, что она достойна отражения в учебниках по финансовым операциям, если таковые имеются. И настолько все хитроумно сделано, что концы воды уже спрятаны, и все разговоры о том, что мы знаем, где находятся деньги и все прочее, это либо блеф, либо просто показать свой непрофессионализм, либо наоборот, что якобы прокуратура там и так далее, контора пишет, дела идут и так далее. Я знаю, что выдающиеся экономисты говорят зачастую одну и ту же фразу, что в современном мире невозможно не проследить движение денег. Абсолютно. Вот понимаете, было бы желание. Другое дело, вот я это уже из других разговоров могу вынести, что не факт, что эти деньги ушли из Молдовы физически, они скорее всего находятся в стране, и кто-то пытается, либо попытается в будущем эти деньги обратить в какую-то легальную форму, выложить, как там, допустим, инвестицию, приобретение, уже такие происходят. Я немножечко хотела бы вас все-таки в другое направление ориентировать, потому что нужно еще успеть поговорить о внутренней политике президента, внутренняя политика, на мой взгляд. Мне кажется, лучше всего об этом свидетельствовала кадровая политика президента. Что я имею в виду? Это ситуация с назначением генпрокурора, понимаете? Ситуация с послом Республики Молдова в Бухаресте, чтобы не забыла, значит, министр обороны, помните, как он высказался в том Конституционный суд, потом опять. Вот с этой точки зрения, как это все повлияло на внутриполитическую ситуацию в стране, вот эти кадровые решения? Ольга Игоревна. Ну, я думаю, что повлияло... Показало напряжение, вот такое дикое, которое существует на самом деле? Оно показало в отношении с послом, это произошел взаимный боксинг, в результате которого президент не промолчал, не съел это. Извините за такое выражение. Но он ответил ударом, он выдержал удар и ответил ударом по поводу назначения остальных послов. То есть на данный момент президентура и правительство, вот Филипп и Дадон, они вышли на момент конфликта. И сейчас в этой ситуации, в принципе, должен наступить Филипп. Так было бы правильно, скажем так. Или выйти, встретившись... Знаете, я вообще считаю, что многие встречи должны быть не публичные, они должны проходить за закрытыми дверями, потому что они все нужно знать, о чем, как, в какой форме, в каких выражениях и вообще что происходит, и как люди решают вопросы. Соглашусь, да. Особенно в каких выражениях. Да, вот так оно должно быть, это мое мнение. И этот вопрос, он завис в плане конфликтного. Что касается министра обороны, президент сказал, президент сделал. Действительно, ну вот, и сделал, знаете, не потому, что вот не понравились ему уши, уши Лару. Вот он сделал это потому, что... Мы знаем эту всю историю, мы наблюдали. Всем немножко, всех нормальных граждан страны достали вот заявление либералов, уже достали. И вот в этом контексте снятие министра, я считаю, было правильное. И то, что сейчас брейк в назначении, это тоже правильно. Потому что невозможно, чтобы министр обороны противоречил тому, что написано в Конституции. И вообще невозможно, чтобы ведомство высказывало свое мнение, не опираясь на позицию внешнюю и внешнюю политику страны. То есть здесь оно, я считаю, что президент победил, если так можно сказать. Но действительно, его правда. И в отношении, в принципе... По генпрокурору мы знаем только сейчас. По генпрокурору, к сожалению, здесь произошло то, что произошло. И как бы оно произошло легитимно, потому что президент предыдущий мог назначать. Просто форма назначения, и как-то оно было несколько грубо. Не элегантно и не по-президентски. Нет, 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 там есть претензии к тому, как сработала комиссия, юридический аспект. Абсолютно. Есть просто сроки, и оно ничего этого не выполнилось. То есть оно было в попыхах быстренько для того, чтобы сделать. Но в любом случае эти назначения, они показывают то, что есть в реалиях. А именно противоречия, которые существуют, и о которых мы знали, и которые будут продолжаться. Между президентом и парламентом, президентом и правительством. Даже больше между президентом и правительством, нежели между президентом и парламентом. Но я вот очень надеюсь на то, что такое чувство младенчества, которое есть у многих, и ощущение, что вот я могу решать все, потому что там меня поддерживают. Страна должна развиваться. Невозможно сидеть в болоте. И в данном контексте и правительство должно понять, что боксинг с президентом – это конпродуктивно. Абсолютно неправильно. И я думаю, что если Канду, господа Канду, Филипп и Дадон будут встречаться и обсуждать определенные моменты, глядя на позицию, на то, что нужно в первую очередь думать о государственности страны и государственных интересах, то тогда пусть медленно, шаг за шагом, но дело двинется. Потому что на данный момент я ничего не могу вменить господину президенту, чтобы очень негативно отразилось на ситуации в стране. Я вас слушаю, Ольга Игоревна, Эрнест. Знаете, о чем подумала? Вот со многими вещами согласна. На самом деле о том, о чем вы говорите. Но потом знаю одну вещь, что у нас, понимаете как, все зависит от одной вещи, от одной, я не знаю, аксиомы – желания или нежелания идти на досрочные выборы. Вот то, о чем вы говорите. Правильно, да. Ну вот как для себя в этой ситуации и правящая коалиция, и социалисты, вот как они для себя решат? Будем воевать? Драка? Либо проще на самом деле собраться и объявить о досрочных, парламентских, и тогда как-то, может быть, эта конфигурация изменится. Каждый-то уверен, что в его пользу. Эрнест, разве не так? Если назвать, описываемый вами процесс борьбы двух ветвей власти игрой, то сейчас самый важный момент – определение правил игры. То есть избирательная система. Уже никто практически не скрывает, что есть намерение господина Плохотнюка и определенных лиц в парламенте, правительстве, изменить избирательную систему. Мягкий вариант – смешанную, жесткий вариант – только одномандатную систему. Надеюсь. Партии не согласятся. В общем-то, мотивация у тех, кто ее предлагает, довольно сильная. Это два основных мотива. Первое, что партии нас разочаровали, что не партия, то под какую-то личность, которая потом, если с личностью погибает, уходит в небытие. Это справедливо для Молдовы. Второй мотив, что, вот смотрите, в Европе, допустим, в Германии есть смешанная система, и такая, и такая, и там справедливая, репрезентативность и так далее, и тому подобное. Но этот мотив довольно-таки слабенький, потому что мы живем не в Германии. И давайте не будем забывать о том, какой у нас чудовищный уровень коррупции. Кстати, буквально на днях опубликовали свежий рейтинг. Порадовали, что Молдова еще сильнее упала в рейтинге коррупции. Ну да, мы не будем говорить до уровня какой страны. Да, да, до Гондураса. Да, до Гондураса, да. То есть эти два мотива справедливы, когда мы говорим не о захваченном государстве, которое является Молдова. А поскольку мы являемся захваченным государством, где у нас все решает, ну или почти все решает новый лидер Демпартии, господин Плохотнюк, уже все это понимают, то и, соответственно, правила этой игры должны четко сконцентрироваться на вот этом пункте, какая будет у нас система. Откровенно говоря, можно сказать, что для партии социалистов смешанная система выгодна. Но она выгодна в теории, потому что мы знаем о ее популярности, особенно в южных районах, в северных. К сожалению, молдавская политика очень часто доказывает умение разбивать любую теорию, любую логику, любой здравый смысл. Поэтому молдавские общества и демократические институты, дышащие на Ладан, не могут позволить себе еще один эксперимент под названием изменение избирательной системы. Сначала избавьте Молдову от олигархического диктата, потом будем менять систему. Ну, это так вот я слушаю, и здесь одно важное слово, что так должно быть. А у нас, сами знаете, как оно бывает. Ну, еще, если можно, такую ремарку. Если можно, коротко. Все-таки я оптимист, и я по поводу одномандатной системы, смешанной системы плюс одномандатная, я все-таки считаю, что невозможно всех купить. Ну, должны быть те, кто пойдут по округам. Теоретически. А я вот хочу сказать, что практически. Ну, не надо обижать наше население, люди. Ну, не надо. Спасибо, Ольга Игоревна. А, Никита, вот когда представители правящей коалиции с чем-то не согласны, да, с тем, что делает президент, президентам все время говорит, пожалуйста, я готов на референдум, пожалуйста, я хочу досрочно. Это о чем говорят? О том, что социалисты, они не боятся выборов. Они даже подчеркивают, что они сейчас им даже выгодны, потому что они посмотрели свои рейтинги, они посмотрели рейтинг президента. Говорят, да ради бога, мы будем только счастливы. Это так соответствуют сегодняшние повестки дня социалистов в отношении выборов? Ну, вы знаете, мне кажется, тут вопрос-то простой. Ну, если люди не хотят ничего менять. То есть обостряются отношения именно за то, что хотим выборы. Вот все, вот обостряем. Было с самого начала сказано о том, что президент будет добиваться досрочного проведения досрочных парламентских выборов. Понятно, по каким причинам. Понятно, мы половину из этих причин сейчас только что обсудили. Я здесь согласен с Эрнестом по поводу смешанной системы и по поводу правил игры, потому что никто пока не понимает. Все очень много говорят о смешанной системе, но какой-то конкретики, как будет проводиться смешанная система и так далее и тому подобное, об этом никто конкретно не говорит. Если говорить о рейтингах партии социалистов и о том, нужны ли досрочные выборы, они в первую очередь нужны для нашей страны. Для того, чтобы что-то менять, надо проводить выборы новые, для того, чтобы в парламент прошли новые люди, для того, чтобы и часть тех людей, которые сейчас там находятся. Как уже было сказано на пресс-конференции, в контексте референдума досрочных выборов, есть у нас сбитые летчики, я тут процитировал президента Республики Молдова, которые прекрасно понимают и осознают, я надеюсь, что они осознают риски, хотя после сегодняшней пресс-конференции товарища Гимпу, я сомневаюсь, что он осознает вообще, где он находится, на земле ли. И они понимают прекрасно, что и к чему ведет вся их риторика и все их действия. Касаемо Шалару, который непонятно, что с ним сейчас происходит, касаемо Гимпу и других мелких формирований, моя позиция, досрочные выборы должны быть как можно быстрее. Для того, чтобы что-то изменить, начинать это с завтрашнего дня менять, надо проводить досрочные выборы, потому что мы сейчас будем находиться в истории не совсем, это то, что мы обсуждали раньше, в истории не совсем понятной. На мой взгляд, сейчас происходит открытая конфронтация, то есть сейчас президент и в данном случае правительство в лице Филиппа и Демпартии мерятся силами, каждый доказывает, и не бывает так. Я знаю из определенных разговоров, так для сравнения, то есть я вот заканчиваю, для сравнения, президент бывший появлялся на работе раз в неделю на час. Это, мне кажется, говорит о многом, о том, как работало, ну или орден подписать, как работало до этого, как работало институт президентства и во что ставило президента наше руководство страны в лице правительства и парламента. Время вышло, мы перебрали. На самом деле разговор интересный, у меня тут еще остались вопросы, мне кажется, они тоже интересные для того, чтобы мы с вами обсудили. Могу сказать вам только одно, что о том, какая напряженная ситуация на сегодняшний день, может свидетельствовать в тот факт, что в эти минуты идет заседание правящей коалиции по вопросу об импичменте президенту Дадону. Давайте доживем, до завтра посмотрим. Да, иницирует это господин Гимпу, понятное дело. Доживем до завтра, посмотрим, я думаю, новости будут интересные. Приходите к нам еще, будем говорить на самые разные темы. Спасибо вам за то, что пришло. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...